Следующий вопрос. Расскажите про препарат Терролюджен. Терролюджен обладает противотревожным действием, и часть пациентов, которые имеют опыт такого приема, говорят, что очень хорошо расслабляет, замечательно, никаких тревог, а часть пациентов говорят, что вообще никак не переносит или же их не по-детски штырило после приема Терролюджена. И что можно сказать, что в отношении сна это как бы не совсем тот препарат, о котором стоит говорить, потому что доказанной эффективности он у него не имеет, у единицы какого-то избранного количества вызывает тот или иной эффект. Но, опять-таки, препарат недодолгого приема с неоднозначным действием. Кому-то идеально подойдет, и слава богу, при курсовом ограниченном приеме. Кому-то не подойдет, и тут стоит обратить свои взоры в сторону гайдлайнов любимых романов и шлаучем. Это эффективно. Ну, что могу сказать. Это, опять же, из атипичных нейролептиков, вот так же и квитиопин там. Но это не разные группы, естественно, но это тоже нейролептик. И зависимость к нему может, в общем, развиваться. И побочные эффекты те же самые, экстрапирамидные, развиваются в виде того же синдрома беспокойных ног. То есть, в общем-то, ну и индивидуально абсолютно точно, как мы говорили, препараты у кого-то могут действовать, у кого-то могут не действовать. Ну, так, слушайте, тот же самый квитиопин еще, у него показания, это же шизофрения. И я. Которые в низкодозовых назначают ему проявления, то и все нормально. Смотрите как. Ну, да. Ну, у меня сколько хочешь этих пациентов, которым 3-4 года назад сказал психиатр или там невролог, ну, попей 25 миллиграмм квитиопина, и все классно будет. Человек начинает петь 25 миллиграмм квитиопина. Ну, как-то забывает через месяц сходить к психиатру и спросить, а что же дальше делать-то. А через 2-3 месяца, 4 месяца, уже 25 не действуют, 50. А человеку тоже лень сходить к психиатру и спросить, что же делать, он просто тупо увеличивает дозировку, потому что это не спецучетный препарат. Ну, потенциально можно договориться в аптеке с знакомым фармацевтом, он будет его продавать. А ко мне уже приходят 200-250 миллиграмм квитиопина на ночь и не действует уже. То есть, это уже конкретная физическая зависимость, там, осложнения всевозможные. Ну, а я же говорю, слушайте, а что же вы не пошли к тому психиатру? А говорят, ходили. Они теперь говорят, ну, теперь идите к сомнологам, мы уже не знаем, что с вами делать. Ну, вот и такое бывает. Поэтому очень осторожно нужно назначать эти препараты. Да и вообще любые препараты при хронической бессоннице. Надо просто понимать, что мы сначала должны поставить, установить причину бессонницы. А потому что, если она много лет, а вы просто как симптом убираете, вы просто получите сначала психическую зависимость от препаратов, не убрав причину, потом физическую зависимость, не убрав причину. А когда попытаетесь отменить препараты, мало того, что причина продолжает действовать и вызывать бессонницу, так у вас ещё рикошетная бессонница на фоне отмены препарата. И всё, человек пожизненно лекарственный наркомат. Ну, я, может, немножко эмоционально говорю, но это просто вот сотни ж таких пациентов приходит. Да, и потом приходится вот этому какой-то, да, попей чуть-чуть препарат, да, через три года разбираться с тяжёлой физической зависимостью. Продолжение следует...